всем привет мы снова в полях орловской области вот и всем подписчикам и гостям канала привет огромный мы вышли на новую распашку то есть кусочек он здесь был лук в этом году распахали причем вот распахали мы здесь по ходу первые мы только приехали с маней и валера у нас тут уже был значит на двух машинах он сам он сам мы сами только отошел вот буквально то есть что тут показывают да вот машины вот край поля вот прям край поля я еще никуда не успел пойти край поля и есть находочка первое это ты тэшный патрон другая находка сейчас покажу буквально вот рядом с патроном практически там в 15 сантиметров такая ямка лунка не совсем глубоко не совсем далеко и как алик ну я думал монета это люверс потому что я увидел край хотел он думал монетоз серебро нет это люверс чем есть подозрение что здесь был немецкий аэродром потому что буквально где-то вот в это в этих местах валера выкопал нож немецкий и соответственно очень много на стрела попадается аэроплан разбитые здесь алюминия потому что очень много я думал монета потому что буквально метров 20 отсюда я выкопал брал серебро несколько серебряных монет я взял медных тоже это люверс чё копаем дальше отошел чуть-чуть от машины пошел по полю звенит все и черняга и цветниной алюминия много отстроиться от грунта никак не могу найти чистое место чтобы отстроиться на есть находочка есть находочка есть монитосинка если я не ошибаюсь с угнутой такая кто хоть и угнул то так очень похоже две копейки царица полей 809 ой нет нет стоп просто девятый год не усим ну да 1909 две копейки гнутая ночью с царем ищем дальше копаем идем дальше цветной сигнальчик и вот такая заколочка для галстука будет мыться будет все видно чья может быть скорее всего скорее советская там хорошо хран немножко выгнута видимо как трактора и и спахали целая вот еще один сигнальчик и пином выцепил в куске грязи вот такую вот довольно таки интересную пуговку гирьку у меня такие уже есть уже не знаю уже на сюртук наверное хватит горсть целая именно вот такие вот с этим с носиком в различном сохране большинстве случаев они такие вот попадаются хорошие довольно таки хорошие такая вот пуговка гирька совсем недалеко от пуговки вот еще ямка сигнальчик пряжка от ремня а вот из этой ямочки вот такой сигнальчик вот с таким вот такой накладкой от тайного сундука где все золото царское лежит красотень где ключик от тайного сундучка и где мое золото гуляю дальше по поле гуляем вот сигнальчик и на копеечка советы одна копеечка советов грязненькая ну терпение друзья мои сейчас все узнаем какого года вот 48 как будто вчера потеряли мала красотулечка ну это не предел что вот терка берет ну раскопаешь а там раза в четыре меньше и глубоко уже привык копендосинка вот вам советская эпоха берем красавицу сохран хороший тут лох был не удобрение ничего не сыпали поэтому сохран такой гуляем по полю дальше жарко первое с декабря августа небо вот такое вот классное с оплачками просто кайфовое тучки наплывают становится не сильно жарко потом то сон наступает солнышко выходит становится жарко я хожу голый торс жарко мне курточку на куст повесил все дела по карманам рассовал ну так что включение у нас из пуговки имперская пуговка мои хорошие ну даже просматривается орел я не мыл ее так просто вот 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 только вот достал выкопал в таком состоянии еще раз говорю это был лох удобрений никаких не было все что тащится в очень хорошем сохране вот ушко обломано где-то ей вломили этой пуговки хорошая пуговка подожди а имперская ли это пуговка да нет вроде бы имперская а то может быть это и не имперская пуговка может быть это еще что-нибудь интересное а какой-то мне жук врезался прям в лицо зараза что-то я ему помешал тут на поле да нет ну имперская в гадалки не ходи имперская красавица такая скипетр держава ну все все империя империя что хочу сказать сколько лет лежат монеты пуговицы кресты все то что было изготовлено реально на совесть когда даже монеты когда подделывали они были лучше чем настоящие вот она сейчас валяется в земле и трактора по ним ходят и война их по ним прошлась своими взрывами танками минами чем угодно вот они лежат в таком состоянии живые а ходячку достаешь она вся ржавая гнилая нас изнутри причем гнилая наводит на мысль какой царь такие монеты вот и наступает час расплаты как говорится кто что чего стоил так вот не надо показывать так две пуговки гирки пуговочка орляночка с орлом жалко без этого без хвостика две копейки Николай второй очень погнутые кто-то гнул их то ли кусал зубах повырялся может быть ну остальное в принципе чушь баня какая-то застежка для галстука пряжка это похоже на техническую шайба ну и голубая люверс и копеечка у нас сорок восьмого года вот 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 Валера что тут у нас накопал ух ты что ничего себе какие-то эти это кто такой это от джинсов хорошая штука монеты осины у нас это кто две копейки жирная такая монеты все монеты прикольные что-то тоже какая-то подогнутая это было кольцо это прям такое что-то какая-то женильная это кто такой теперь не знаю что это за свисток полицейский пуговка гирька советики как советики звенят вещи это кто не знаю это всякую жбонь сюда в банку собираешь щетка 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 ну смотри запчасти дело хорошее алюминиевое мне больше вот такие дела нравятся вот видишь тоже часть чего-то видишь вон с этим где тут остальная часть часть чего-то с этим ну кусок какого-то складня да это вот тоже кусок чего-то видишь с узорами а остальные части где там собирать надо но там пчелы кусаются кусаются ясно на этой счастливой ноте уважаемые подписчики мы отправляемся в сторону города сорок восьмой а а кто там да кто-то постоянно кусает пчелы сорок восьмой ну ты с утреца побольше набрал это две пуговицы ну что меняешь на крест меняешь на какой нет на целый у меня пуговицы смотри целые практически ну вот видишь тогда это самое тебе ну на одну пуговицу будешь менять пусть будет ладно три копейки да да